Для начала, для начала домашнее задание. Домашнее задание было, по-моему, скорее веселое, чем сложное, потому что это было домашнее задание на всякую перегрузку. Там надо было реализовать всякие волшебные методы, внезапно начинали работать волшебные функции. Если есть какие-то вопросы по домашнему заданию, которые на сегодня, это от 9 лекции, которая была как раз по перегрузку операций. Если какие-то вопросы есть, скажите, потому что мне что-то как-то... Ну, я могу попробовать поглядеть? Ага, сейчас. Это какой? Это вот эта на сегодня задача? Да. Сейчас давайте посмотрим, она у меня есть или надо... Как она называлась? А про что задача была? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Ой, я не нажал кнопочку. Сейчас. Вот, теперь нажал. Так. Вот она, да? И пошли задачки. Это просто вектор. Понятно. Это странные отрезки. Понятно. С ними была какая-то... А, это просто операцию нужно было индексирование перегрузить. Вот это палочная система исчислений. И сравнение треугольников. Вот какие задачки были на сегодня. А треерные последствия – это что-то другое, нет? А, палочная. А, палочная. А, наверное, да. Ну, давайте просто посмотрим. Она называется... Называется Юн Ринэнгер. Давайте посмотрим, она у меня есть. Похоже, что нету. Ну, хорошо. Давайте посмотрим там. Он, как обычно, не работает. Ну, что делать? А, знаю. Так, ну, это, видимо, придется тогда чуть-чуть подождить. Или слушайте. Блин. Что делать? Наизусть это я не помню решение этой задачи. Даю Юн Ринэнгер. А ее сейчас нету. Надо было этот ноутбук синхронизировать, но, блин. Для этого нужно вводить пароли в реальном времени. Сейчас, ладно. Все, я понял. Я принял решение. Хорошо, давайте посмотрим. Нет. Не нас отлично. Да нет. А. Значит, вот так. Это надо делать заранее, извините. Я. Вот. Ну, вот он, этот Ун Ринэнгер. Давайте посмотрим его сразу решение. Ничего военного здесь нету. Просто реализация разных методов. Ровно тех, которые требовались. То есть, фактически, каждая такая строчка представляет собой описание очередного метода. То, что он создается из строки, это описание Энита. Обратите внимание, что... Обратите внимание, что нас не интересует, из какой строки его сделали. Мы просто ее длину храним. И вообще, мы храним это самое число в виде числа. Представление – это просто палочка, умноженная на что-то. Итератор от этой строки, от этой штуки, должен что делать? Должен возвращать эти палочки по одной штуке. Ну, вот, собственно, вот он это и делает. Понимаете, да? Мы проходим ее циклом, и цикл мы проходим, ну, фактически, как если мы проходили строчку из этих палочек. Только он должен возвращать объекты типа юнери. Вот и все. Ну, длина, понятно. Операция или равно, да, приклеивание. Я специально выбрал такую операцию, чтобы вы понимали, что это, в общем, свет клином не сошелся на плюс равно, например. Вот операция приклеивания, катинация, пускай у нас реализуется вот такой штукой. Это метод ИОР. Унарный минус, нет, не унарный минус, а операция нот, то, что в случае целых чисел означает побитовое не. На самом деле может быть как угодно интерпретируемой. Операция называется инверт, а мы делаем ровно вот это. Ну и, наконец, что такое позитив? А, позитив, операция плюс. Если операция, она прибавляет единицу. Вот и все. Смысл этого упражнения был в том, что в рамках синтаксически верных конструкций мы можем менять семантику этих операций, как хотим. Вот это раньше было просто, ну, унарный плюс, который ничего не делал с обычными числами внутрина, то есть совсем. А в нашем случае это целое прибавление единички к нашему числу. Вот это в случае чисел, это унарный побитовый не, а в нашем случае это совсем иное, деление пополам. Ну и так дальше. То есть смысл в том, что синтаксис у нас более-менее задан, приоритет операции у нас задан точно, а вот вычислительная модель может меняться, семантика этих операций, мы ее задаем сами. Вот и все решение. То есть тут, как видите, ни одного метода длиннее двух строк. Вот. Значит, док про прошлый раз. Давайте я чуть менее путанно объясню про множественное наследование, точнее про рамбическое наследование. Хотя не буду объяснять алгоритм с этой линеаризацией, просто потому что он достаточно запутанный, и надо хорошо его себе представлять, и главное, вы начнете это представлять только тогда, как вам потребуется разобраться в этом. Когда вы наплодите каких-то классов, а потом начнете их друг от друга наследовать. Значит, в чем вообще проблема этого рамбического и всякого прочего наследования? Представим себе, что у нас объекты, вернее, классы друг от друга наследуются примерно так. Вот у нас есть базовый класс, базовый класс какой-нибудь А, от него унаследованы два класса Б и С. И от них, от обоих мы получили наследника Д. И в каждом из этих классов определен метод, ну, не знаю, какой-нибудь. Например, здесь определен метод... Короче, в классе А есть поле В, в классе С есть перегруженное поле В, а в классе Б поля В нету, оно наследуется классом. Каким образом мы получаем доступ к... Ну, допустим, мы создали объект типа Д. И что у нас, какой именно метод или поле, неважно что, какое именно пространство имен дергается, когда мы напишем Д.В. Если мы реализуем любой из, так скажем, тупых методов поиска соответствующих полей, то, что называется МРО, Method Resolution Order, так вот, если наш МРО достаточно нехитрый, то может случиться так, допустим, вглубь. Да, мы написали, что Д – это класс Д от Б, запятая С. Да, там. И мы радостно начали смотреть. Давайте смотрим в Б. Есть поле В? Нету. Метод поиска вглубь что нам дает? Смотрим в А. Есть поле А? Есть. Значит, внезапно мы получаем Д.В, что В – это метод класса А, что, в общем-то, странно, потому что ближайший предок класса Д – это класс С, у которого есть свой собственный метод В, возможно, переопределенный. Взяли и в обход как-то добрались до прародителя, хотя, по идее, нам нужно было попасть вот сюда. Окей, значит, способ поиска методов, поиска полей построения дерева родительских классов для поиска нужного поля вглубь не годится. Мы можем финишировать с полем, который мы нашли глубоко в корнях, хотя на самом деле оно есть гораздо ближе. Если метод вглубь не годится, попробуем метод вширь. Попробуем сначала посмотреть вот этот уровень, потом следующий уровень и так далее. там задачка чуть более сложная получается. Смотрите, предположим, у нас есть два метода В и метод, допустим, E. Нет, W. Здесь переопределен В, здесь переопределен W. В, вот, соответственно... Сейчас я вспомню. Нет, не так. Вот как. Давайте вставим еще промежуточный, промежуточный такой какой-нибудь ВВ, в котором определен W, а здесь его нету. И какой-нибудь ЦЦ, в котором определен W, а здесь его нет. И логика написана так, что вот этот метод В пользуется методом ЦЦW. Он его вызывает. Ой, большинку. Он вызывает на самом деле ЦЦW, что в свою очередь напрямую означает... Давайте мы напишем здесь наследование, что они друг от друга наследуются. Вот так. Как мы уже говорили, метод поиска вглубь нам не годится. Мы уже убедились, что метод поиска вглубь может привести к тому, что мы найдем поле в каких-то корневых базовых классах. Между тем, у ближайшего предка оно есть, что, в общем, ожидаемо, что оно должно быть так. Так вот, метод поиска вширь, как выяснилось, тоже не годится. Смотрите. Мы нашли метод В в классе Ц. Метод В здесь не определяется. Пошли глубже. И мы нашли метод В в классе В. Логика подсказывает нам, что это не тот метод В. Следовательно, не описывая сейчас алгоритма, по которому происходит, собственно, построение дерева классов, превращение дерева классов в последовательность, по которой можно искать эти самые поля. Сформулируем два свойства, которые нам нужны. Первое свойство – это свойство, скажем так, монотонности, которое состоит в том, что вот у нас есть дерево родительских классов для нашего класса. Это значит, что у каждого из родительских классов… Не дерево, а последовательность. Это значит, что у каждого из родительских классов их линеаризованное дерево содержит еще более родительские дедушкины и прадедушкины классы в том же самом порядке. То есть, когда мы наследуемся, у нас никогда больше не меняется последовательность обхода этого дерева. То есть, любая линеаризация у дочернего класса совпадает с таковой у родительского. Ну, за исключением ситуации, в смысле, с учетом того, что родительских может быть несколько, и там, соответственно, вот эта последовательность должна быть перемешана. Но ни в коем случае не должен меняться порядок от предков наследников. Монотонность линеаризации. Значит, наша задача, которая решена, и решена была довольно давно, построить такой метод разбора дерева наследования, при котором оно превращается в последовательность, четко описываемую, обладающую двумя свойствами – монотонности и, собственно, порядку объявления. То есть, когда мы пишем, что D у нас от B и C, это значит, что при прочих равных поля класса B имеют приоритет перед полями класса C. То есть, если мы их нашли в B, значит, в C мы их уже не ищем. Вот эти два свойства – монотонность и соблюдение порядка объявления – и поддерживаются алгоритмом C3, который есть алгоритм линеаризации дерева. И, в частности, он хорошо подходит в качестве алгоритма, который делает МРО – метод Resolution Order в Питоне, в пятом перле и еще где-то. Не помню где. В довершении этого можно, допустим, написать программу на Питоне. Давайте напишем программу на Питоне. В котором у нас будет класс А, класс В от А, класс С от А. Это был класс, а не КАС. Вот. Ну и, наконец, класс D от B, А. Спасибо кому-то, кто мне подсказал шикарную идею запускать минус И. И посмотрим, что. Дветочия нет. Видите, никаких методов нету, но уже из этого ромбического наследования будет понятно, в каком порядке мы будем искать методы у этих классов. Вот. А, нет, достаточно вот так сказать. D точка МРО. Сначала D, потом B, потом C, потом А, и еще на всякий случай у их общего предка, который обжиг. Ну, все объекты в Питоне считаются унаследованными от объекта обжиг. То есть там не только ромбическое наследование, там еще один общий предокурс. Вот. Соответственно, если мы туда вводим какую-то более сложную зависимость, она будет линиеризована, вытянута вот в такую цепочку. Именно по этой цепочке будет происходить поиск методов. В статье, на которой есть ссылка, в разделе, значит, долги за прошлую лекцию, в сегодняшней лекции, есть описание ситуации, когда питон не может принять решение, по какому принципу вот это вот наследование с перекрестными ссылками в различном порядке будет предпринято. Эта ситуация считается нечеткой, и в этом случае при попытке такого множественного наследования возникает исключение. Идея состоит в том, чтобы всегда наша линиеризация обладала свойствами монотонности и соблюдения порядка. Ну, типичный пример, когда порядок в двух родительских классах одних и тех же полей не соблюдается, не полей, а порядок наследования одних и тех же дедушкиных классов не соблюдается, значит, у нас получится ситуация, когда мы не можем на самом деле наследовать от их работ. Вот такие дела. Это что касается МРО, как оно работает. Ну, тут можно, наверное, найти ситуацию, при которой... Ну, короче, сходите и увидите. Вторая вещь, которую я должен был рассказать в прошлый раз и не рассказал, это ситуация, когда нам нужно обратиться к методу родительского класса. Значит, общая тема, о которой стоило поговорить, но, наверное, если нам хватит времени, поговорим в следующем семестре, потому что это тема разработки на питоне. Это какое принимать решение, когда вам нужно сделать... Когда у вас есть некий класс, вам нужно сделать новый класс на его основании. Вы можете от него унаследоваться и переписать те части, которые не написаны, и перегрузить те части, которые требуют правки. А можете устроить так называемый прокси. То есть просто тупо хранить в своем классе элемент данного типа. И когда нужно вызывать методы его, вызывать методы его, и возвращать потом методы вашего класса. А когда, значит, нужно что-то новое делать... Ну, смотрите. Сейчас попробую объяснить, что я хотел сказать. Мы можем написать так. Ой, не так. И получить класс, унаследованный от INTA, который будет обладать всеми свойствами INTA, в том числе все его объекты будут... Вернее, все манипуляции над ним будут возвращать обычный INTA. Понятное дело. Потому что у него ни одного метода, собственно, не определено. Если вы хотите переопределить метод хотя бы какого-нибудь сложения, то вы просто пишите что-то типа... Что-то типа... Ой, DEV... DEV... ADD... SELF... OTHER... OTHER... Да. RETURN... INT... Точка ADD... OTHER... А еще лучше... SELF-TAG, да? Вот. Чтобы преобразовать его в тип... То есть у нас в результате умножения... Сложение будет работать так, что он будет возвращать объект типа INTA с большой буквы, а все остальные будут работать так же, как обычные. Ну, мне так кажется. Давайте попробуем. Упс, нет. Просто он тоже умеет строчку обращаться. Ну, как любой... А, да. Слушайте. Да-да-да-да-да. Надо тайп от него узнать. Спасибо. Он же... С тырта мы не перегрузили. Вот. Спасибо. Да. А другой вариант... Делать так... Извините за... И дальше прямо пишите. SELF-TAG.VAL. SELF-TAG.VAL равняется... Что там? INT от звездочка VAL. Ну, то есть если он пустой, то пустой. Если не пустой, значит... И дальше все методы, которые вы определяете, будут просто ходить к этому методу VAL, да? Вот первый называется наследование, разумеется А второй называется проксирование Что там? Self. Нет, type от self, ну как обычно А вот здесь вот Self.val Плюс Self.other Ну допустим Точка val То есть вместо того, чтобы Унаследовать От этого класса, вы просто Заводите элемент такого типа А дальше, если вам нужно что-то хитрое с ним сделать Делайте пешком это Вот это Настоящее наследование, только паз тут лишний Вот, а это проксирование Работать будет Мне кажется Только не будет работать ни унажения, ни деления, ничего Ваша задача теперь обеспечить полный прокс Полный прокс можно обеспечить, ну например Например, с помощью метода get-atribute Который вы перебиваете и дальше ходите Это уже как бы выходит за рамки Нашего рассмотрения, потому что это скорее технологии Программирования, да? Вы можете Переопределить метод get-atribute Который получает В качестве параметра Собственно названия Того метода, который вы хотите сделать Дальше ходите С помощью get-atribute К этому вашему инту Ну в общем Запутанный пример Можете почитать разные статьи На тему проксирования Версус-наследования В частности в Питоне И то, и другое, как видите Просто, ну просто разные идеологии Вот Так вот, чего я не рассказал Это как вся вот эта штука Работает в случае наследования Допустим, у нас есть класс Ну какой-нибудь int2 От int В котором мы хотим переопределить Ну еще и умножение От int большой, видите И тут у нас встает вопрос А собственно Ну тут понятно Type-at-sev Это понятно Спасибо, мы это знаем Мы знаем, что вот в этом случае Кстати, давайте проверим У нас вернется Какого типа элемента Вот здесь вот Что писать? Вместо вопросительных знаков Вот Значит Есть три мнения на этот счет Мнение номер один Писать тот класс От которого мы унаследовались Слава Богу, он один Мнение номер два Писать тот класс В котором на самом деле Объявлен метод Мул В данном случае это int Мнение номер три Мы никогда Без анализа кода В сложном коде Заранее не знаем Ответа на эти два вопроса Кто-то за нас Кто-то за нас Должен динамически Вычислить Где В каком из Наших Родительских классов А там граф Напоминаю Который так просто Не обойдешь Даже глазами В каком из наших Родительских классов В действительности Определен этот мир Так вот Функция Которая называется Супер Ровно этим и занимается Это не просто Атрибуция Как скажем В Java Атрибуция К родительскому классу В Java Слава Богу Нет множественных наследований Немножственного наследования Там все просто Супер Это значит Предыдущий Предыдущий класс Это именно Обращение К процедуре Метод Resolution Order С выстраиванием Линеризованной Линеризованного Графа Наследования С проходом По этому графу И выяснению Чей же метод Мы берем Ну давайте проверим Нет Это здесь не работает Вот так Да Какой там был Инт 2 Да 2 Дыдыщ Что не так Кто выругался А господи Не надо селф там писать Конечно Тут вот есть Я сейчас расскажу В чем хитрость Она странная Такой немножко Гвида В данном случае При принятии решения Как это правильно сказать Читаемость А читаемость Как известно в питоне Это вообще главное Читаемость Поставил во главу угла И принес в жертву Некую такую Абстрактную Идеальность картинки Сейчас я расскажу О чем я хотел Что я имею ввиду Вот Для начала Обратите внимание Что Результат Сложения Хотя оно И определено Не в классе Не в классе Инт 2 Все равно Имеет тип Инт 2 Потому что Мы там воспользовались Волшебной штукой Type O Нашего объекта Вот Теперь обратите Внимание на то Что Умножение Произошло И мы Вообще говоря Не обязаны Знать Какой из Наших Родительских Классов Это умножение Нам предоставили В действительности Это был класс Инт просто Такой Тот Стандартный Но мы могли бы Его и Допустим Перебить Например Смотрите Вот здесь Вот пишем Супер Здесь пишем Азер Зачем мы Это делаем Непонятно Потому что У нас и так Есть Все будет Работать И без Того Все работает И без Того Вот Но Давайте мы Здесь Что-нибудь Переделаем Вот тут Что-нибудь Переделаем Обратите Внимание Давайте посмотрим Чей был Этот метод Как бы Это Узнать А Прямо так Узнать Не буду Кнопку Нажал Класс У нас Инт 2 Да Значит У Функции Супер На самом деле Два параметра Класса Объект От какого Класса Берем Родительский И для какого Объекта Это применимо Ну в общем Это без особой Разницы Но тем не менее Супер От Дайте вот так Сделаем Супер От Инт 2 Запятая И Вот Это то же самое Что супер Вызванный там В контексте Описание Класса Инт 2 Ну вот Давайте мы кстати К нему У него и спросим Точка Бла-бла От Бла-бла Вот он Видите Это Метод Класса Инт Большой букв Он его Нашел там Наш метод Resolution Order Взял Ближайшего Предка А не Этот самый Инт Который Был бы Взят Из Целого числа А вот допустим Если мы Вместо Поищем Sub Да То мы увидим Что это не Баунд метод А так называемый Метод Враппер То есть Он взят Из самого Базового Объекта То есть Это то же самое Что То же самое Что там Не знаю Точка Sub Вот Ну понятно Мы его не Приопределяли И оно Он по Методу Resolution Order Добрался До Собственно Того Инт От Которого Все Это унаследование Вот Соответственно Соответственно Удобство Супер состоит в том Что оно даже Не возвращает Какой-то там Базовый класс Да А это Именно такой Прокси Для всех Методов От всех Наших Родительских Классов От которых Мы унаследовали В правильном порядке То есть Ровно В том же В порядке В котором Они будут Доступны Когда мы Сходим К этим Методам Через Наш Объект Вот 9 Потому что Он 9 Потому что Нему Стр Не Приопределен Что-то Я еще Хотел Сказать Чтобы Закончить Здесь Забыл Сейчас Посмотрю А Да Соответственно Поскольку Это метод Класса Инт В котором Этот метод Приопределен Мы здесь Можем Что-нибудь Такое Накосячить Волшебное Ну Не знаю Не знаю Даже Что Получится А Ничего Ничего Не Получится Мы Не Сможем Это Сделать Потому что У нас Метод Ад Будет Приопределен Ну Ладно А Нет Давайте Посмотрим Я даже Не знаю Что Будет Ой Совершенно Справедливо При этом При этом Обратите Внимание Что Мы Не Писали Мы Не Писали Вот Здесь Вот К Какому Именно К 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 За Это Нас Сделала Функция Супер Она Построила Правильную Линеаризацию В этой Линеаризации Нашлось Определение Ад Вот Здесь Оно Вот Такое Ну В общем Все Достаточно Очевидно Вот Еще Более Хитрое Хитрость Состоит Есть В методе Супер Когда Вы Когда Вы Пытаетесь Работать С Классами У которых Нет Общего Предка Но Это Тоже Отдельная Тема Она Завязана На Объектное Планирование Мы Про Это Тоже Говорить Не Будем Есть Прекрасная Статья На Этот Чет Вот Туда Всех И Посылаю Которая Называется Супер Это Супер Вот Да Значит Мое Замечание Я Обещал Сказать Где Мне Почему Мне Это Не Нравится Не То Что Мне Это Не Нравится Но Вообще Говоря Совершенно Непонятно На каком Основании Внутри Контекста Определения Этого Класса Вот Здесь Пропущены Собственно Параметры Type От Self И Self Понимаете Вызов Такого Супера Это То же Самое Что Вызов Супера С двумя Параметрами Тип Нашего Объекта И сам Наш Объект Почему Допустим Здесь Вот этот Self Надо Руками Писать А не Как в Джао Например Помните Внутри Определения Класса Или В C++ Внутри Определения Класса Можно З С точкой Не писать Можно Прямо Обращаться К полям По именам А вот Здесь Мы Это Дело Пропустили Не Написали Какой-то Волшебный Self Не факт Что он Вообще Self Мало Как Я его Назвал Вот Здесь Понятное Дело Что С точки Зрения Реализации Языка Вот В момент Вызова Функции Супер Мы Прекрасно Понимаем В каком Контексте Мы Находимся И Соответственно Вычислить Какой Объект В данный Момент Эту Функцию Вызывает И Какого Он Типа Не Представляет Никакого Труда Но Просто В случае Когда Мы Формируем Методы Мы Этот Self Пишем Явно А В случае Когда Мы Вызываем Супер Мы Почему-то Его Не Пишем Явно Видимо Я Глубоко Не Копал Но Видимо Аргументация Здесь Такая В случае Явного И не Указания Self Мы Имеем Дело С Хитрым Синтаксисом Смотрите Внутри Контекста Объекта Как В C++ Например Указание Нотификатора Может Означать Например Отсылку К полю Этого Объекта Прямо Внутри Контекста Описания Класса А может Не Означать А может Означать Отсылку Глобальному Имени А может Еще Чего Вот Этой Сложности Гвидо Боялся И поэтому Self Обязан Присутствовать В таком Описании В случае Вызова Функции Супер Мы Всегда Знаем Какие У нее Параметры Это Объект С которого Происходит Вызов И его Тип 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 Объект Вот Ну раз Мы всегда Знаем Какие у нее Параметры То Наверное Наверное Как это правильно Сказать Можно Согласиться С тем Чтобы эти Параметры Не указывать По умолчанию Вот То что У нас Было Да Вот это Они и есть Тип нашего Объекта И сам Наш Объект Наверное Мы можем Попробовать Вызвать Эту функцию С какими-то Другими Параметрами Получить что-то Еще более Причудливое Но я не Прок Вот На чем Рассуждение Про супер Заканчивается И начинается Точка Ветвления Потому что Я бы очень хотел Все-таки Рассказать Про исключения И я и так-то Поздно это делаю По-человечески Исключения Должны быть Ну так Где-то Недалеко От условных Операторов Вот А Остаток Сегодняшней лекции Запланированный Самый интересный Вкусный Со всякими Декораторами Вот этим всем И замыканиями Оставить на следующий раз Вот Значит Что касается Исключений То есть Исключения Все на самом деле Очень просто Я уже пытался Начать Разговаривать В Там Какой-то Какой-то Лерции Ну вот Продолжу Этот разговор Итак Для начала Исключения Это Такой Механизм Управления Вычислительным Потоком На самом деле Который Частично Завязан На понятии Ошибка Вот Коих в питоне Не так много Ну там Синтаксическая Ошибка Нет Вот это Несинтаксическая Ошибка Чтобы вы знали Это что за Исключение будет Да Неопределенный Институкатор Это вполне себе Ну такое Значит Питон запустился Он интерпретировал Эту строку Он в этой лексеме Распознал имя Он это имя Поискал в локальном Неймспейсе В глобальном Неймспейсе Они правда совпадают В билтинс Он его поискал Нигде не нашел Сказал Такое имя Неопределено Ну вот такое Неопределено А вот такое Напустим Определено Да Вот А вот если мы Напишем что-нибудь Вот такое То мы получим Ситуацию Когда питон Вообще не справился С управлением Потому что Та лексема Которая к нам Поехала Это синтаксически Неверная конструкция Ну или вот такая Да Или вот такая Это чуть ли не единственный Или по крайней мере Самый популярный Вид ошибок Которые С одной стороны Ну Обрабатываются Примерно так же Как обрабатываются Исключения А с другой стороны Ну Совершенно непонятно Зачем С ними работать Ну это такая диагностика У вас программа Написана неправильно Перепишите ее А вот Исключение Вида Неопределенный Идентификатор Или Деление на ноль Да Или Попытка Умножить Сложить строку И И число Да Или еще что-нибудь Это все Это все Кстати Помните Да Что в силу того Что у нас есть Правые операции Совершенно разные ситуации Когда мы попытались Строку С числом сложить И когда число С строкой Вот Ну потому что Понятно Да Оно не сложилось В первом случае В первом случае Нам Инд сказал Что он не умеет Складывать Not implemented Он не может складываться Со строчкой Вот А во втором случае Строчка сказала Так Ну я наверное Могу Сложиться Вон с тем Но для этого У него Стр должен быть Определен У этого объекта Будет определен Я сложусь А так-то что Я не знаю По умолчанию Я не знаю Как превратить Тот элемент В строку Ну вот Разнообразные Исключения Которые возникают По ходу Работы программы И которые Вообще говоря Можно обработать Вот Исключения Вот эти все Исключения Вот это Исключения И это тоже Кстати Вот это Вот это Это все Объекты питона Прямо вот сами они Вот они Вот он Зердивижнерр Который мы Только что Вызывали И синтаксерр И тайперр Где он тут Вот он Вот Это такой класс Мы даже И можем его Ну Вручную вызвать Что-нибудь Скажите Райс Этот самый Тайпьерр Даже можно Написать так Правда ведь Похоже на Вот это Ну только Диагностика Отличается Что при этом Происходит в питоне В питоне Происходит Примерно Следующая Ситуация У вас Возникает Исключение Вы его Рейс Порождаете А дальше Кто-нибудь В каком-то месте Кода Должен Это исключение Обработать Если Некому Его обрабатывает Сам питон Со словами Возникло Исключение Никто Обрабатывать Не хочет Вот вам Список Вызов Функций Кто кого Вызывал Где вот там Наверху Произошло Исключение До самого Низа мы Прошли Никто Обрабатывать Не хочет Вот Вы можете Обработать Исключение Можно Обработать Написать Что-нибудь Такое Трай Тут Написать Что-нибудь А равняется Двум Б равняется Ну С равняется А плюс Б Тут возникнет Исключение Accept И тут Написать Что-нибудь Типа Ну вот Что случилось А Я не то Стел Ну все очевидно Что произошло Мы Выполнили А равно Двум Дальше у нас Случилось Какое-то Исключение Мы не знаем Какое Любое И тут Вот Давайте попробуем Синтаксическую ошибку Перехватить Я думаю Что она не перехватится Так и есть Синтаксические ошибки Не перехватываются А вот всякая штука Типа деления на 0 Ну допустим Д равняется 1 делить на 0 У нас перехватится И мы даже не дойдем Вот до сюда Вот давайте напишем Так вот Смотрите что получится У нас Один будет Выведен Потом Упс Из чего следует Что Клауза Except В том виде В котором я написал Перехватывает Любое исключение За исключением Некоторых Штук Которые Вообще считаются Ошибками Как их перехватить Я не помню По-моему Надо написать Что типа Base exception Ну-ка Кстати не факт Что она перехватится Да Не перехватился Ну и фиг без него Бог с ним Это не важно Мы могли Даже написать Вот так Разница Никакой Потому что Exception Это то От чего Унаследованы Все остальные Exception Помните Exception Это класс В питоне А у классов Есть волшебное Свойство Образовывать дерево Иерархию классов И более того Помните Мы в прошлый раз Специально смотрели Что если вы Вызываете метод Из Инстанс Функцию Из Инстанс То Экземпляр Класса Б Который Для которого Родительским Считается Класс А Считается Также Экземпляром Класса А Соответственно Если я говорю Что все Экземпляры Класса Exception Здесь Обрабатываются То в частности здесь обрабатываются и все экземпляры унаследованных от exception class Вот это понятно, да? То есть и деление на 0, и, скажем, какой-то type error Вот если мы напишем вместо exception что-нибудь более глубокое, допустим, type error То внезапно, бац, и деление на 0 не обработается Вот А если мы это уберем Вот Мы специфицируем, какое именно семейство исключений мы хотим обработать В документации по питону есть дерево всех этих классов Вот И, соответственно, идея состоит в том, чтобы обрабатывать с нужной степенью вложенность Ну давайте прямо из руководства напишем Класс A exception Пас Унаследовали от exception Во втором питоне, кстати, можно было race сказать вообще любому классу Вот В третьем питоне нельзя Здесь надо Да, чувствую я, что что-то не то А мы прям вот А все равно мне тут больше не нужен Во Значит, A унаследовали от exception B от A, а C от B Ну и дальше мы можем сделать так For E in A B C Try Race E B B Это очень не нужно Except B Да, сначала Except Давайте еще начнем с C Print C Да Ну вот Прекрасная программа Все вроде нормально Давайте переставим вот эти два местами Значит, ну как это работает, понятно Да, значит Если случилось исключение C, пишем C Если B, то B Если A, то A Давайте переставим вот эти два местами Ой, не так Как вы думаете, какой будет вывод? Нет Другой Разницу видите? Видите? Почему вывелось A, B, B? Мы разнили исключение A Это не исключение B Оно не является экземпляром B Не является экземпляром C А является экземпляром A Пишем A Разницу исключения B Оно является экземпляром класса B Разницу исключения C Оно является экземпляром класса B Исключение в питоне составляют деревья И вы можете хватать сразу целый класс Целый родительский класс А можете Конфектизировать, какой именно Вот Что-нибудь такое интересное Вы можете передавать туда Кстати, без разницы Это чистый синтаксический сахар На самом деле, конечно, когда вы делаете race У вас создается экземпляр этого исключения Экземпляр класса E И он возникает На самом деле вот так надо писать Но чтобы эти скобочки не рисовать Можно их не рисовать Сюда можете засунуть какой-нибудь параметр Как его посмотреть Написать что-нибудь типа As Ну, допустим X И в этом объекте X Что-нибудь поглядеть, что у него есть Print Ну, допустим, type X Какого оно типа Print И, кстати, там будет видно, что оно то B, то C Ну, что еще можно там X.arx Ну и сам X давайте напечатаем Обратите внимание Первое исключение было A Фиг бы с ним Дальше мы вызвали исключение типа B И это исключение типа B Мы его вызвали с параметрами QQ И приехал тюпль параметров QQ Когда мы вывели само исключение Нам вывелся вот эта самая строка Дальше Следующее исключение было типа C Оно все равно отработалось клаузой except B Потому что экземпляр исключения типа C Является экземпляром также и типа B Ну и с теми же самыми параметрами Такие вот дела Из чего следует Ну, собственно, ради этого все было затеяно Что вы можете самостоятельно определять исключение Достаточно унаследовать их от класса, который называется exception Не надо унаследовать их от класса, который называется base exception Потому что вы случайно начнете обрабатывать то, что вы обрабатывать не хотите Что можно еще прикрутить Прикрутить к обработке исключений Давайте я лучше гляну в документацию Но идея состоит в том, что в дерево исключений Дерево исключений Где она тут? Тут должна быть ссылка на него Нет тут ссылки на него Сейчас В дерево исключений base exception лежит еще более глубоко в корнях Exception, кажется, от него наследуется А, давайте просто base exception поищем, кстати Вот Вот этот базовый класс для всех исключений base exception Вот этот Для тех, которые Завершение которых Non-system exit Работа которых не завершается выходом из работы питона Например, если у вас возникло Возникло исключение типа ос-error Ошибка операционной системы То обрабатывать ее питоном Вообще говоря, нужно только в том случае Если вы хорошо в себе уверены Вот И некоторые другие ошибки Которые могут возникнуть Возникнуть в процессе работы Которые питоном, ну, обрабатывать не надо Вот Они лежат Глубже в дереве Исключений Чем исключений под названием exception Вот Тут их, видите, даже несколько Ну и дальше пошло дерево Их тут много Читай, не хочу Да, exception Без параметров просто exception Он как бы И все, что под ним А под ним практически все Скажем так Все, что вам надо Вот Вообще говоря, параметров Исключений может быть Сколько угодно Это обработчик должен знать Сколько их И каковы они Ну, раз вы обрабатываете данные Исключением Вы, наверное, знаете Сколько у него было параметров Вот Что еще можно предусмотреть? Можно предусмотреть ситуацию Когда Исключений таки Ни одной не возникло Ни одного Если все-таки Одно из них возникло Хотя бы То клауза else Не выполняется Если вдруг Не возникло ни одного Да что ж такое Они кнопку нажимают Видите, да? Клауза else В клаузе try В операторе try Означает Выполнение команд В случае, если Ни одна из клауз Accept не сработала Ну, или давайте Даже сделаем вот так Чтобы было понятно Чтобы было еще более Чтобы было еще более понятно Иф Иф Е равняется В случае, если это было Исключение B Мы его вызвали Востянет в случае Не сделали ничего Поэтому у нас Собота клауза Ну, и все То же самое Какой, если Какой-то еще Какой Из Вот тут имеется Вот тут имеется в виду Нет, погодите Я что-то не понимаю Вы не правы Мне кажется А может я не прав Давайте проверим Вы правы, да То есть Мы Вывалимся И попадем вон туда Давайте попробуем Вот что сделать А, ZeroDivision у нас Не обрабатывается Да Хорошо Давайте сделаем Здесь ZeroDivision Except ZeroDivision Error Так А если мы это Перенесем вот сюда Ты дышишь Разница Состоит в том Что если мы Поставим Наше исключение Внутрь Клаузы Внутрь оператора Try Вернее не исключение А вот какое-то еще Действие То оно будет Обрабатываться Если по течению В нем тоже возникнет Исключение Оно обработается Нашими Эксептами Если же мы Поставим Если же мы Поставим Обработчик Ситуации Когда исключений Нет Вне Клауза Try То есть Клауза Else Оно обрабатываться Исключениями Нашими Эксептами Не будет И в этом Существенная разница Ну вот Чисто уже такая Сематическая Понимаете Да Вот И это исключение Не обработалось А если Когда оно находится здесь Оно обрабатывается В этом коде Исключения не должно быть Мы находимся Вне Вне действия Оператора Try В этом месте Ну и наконец Это надо Новый Делать Клинопэкшнг Так называемый Давайте Есть довольно забавная Штука В питоне Такая Неструктурная Вот Это то что называется Клинопэкшн Действия по восстановлению Действия которые должны быть Произведены Независимо От того Было исключение Не было исключения И как это исключение Обрабатывается Смотрите Try Ну что там Try Print 1 Дальше Какое-нибудь Исключение А равняется 1 делить на 0 Finally Print Done Вот это видите Этот кусок кода Выполняется Даже если Исключение Не было обработано Давайте здесь Напишем Except Допустим Что там у нас Type Error Это не важно Сейчас я покажу Сейчас Ну Print Te Да Это Закомментируем А это Раскомментируем А равняется Сейчас Что там Строчка Плюс Плюс Нет с разницей А не обе Type Error У них только Диагностика Разная Да О Смотрите Вот у нас Исключение Было обработано Мы начали Выполнять Код Try Дальше Случилось Исключение Type Error Мы его обработали И в конце Концов Мы выполнили Код Family Done Теперь возьмем Необработанное Исключение Оно необработанное Python Сейчас вывалится Он не выполнит Он не выполнит Вот давайте Он не выполнит Вот этого оператора Давайте еще раз Значит Вот этот оператор Выполнится Этот оператор Обработается А нет Он там вывалится Не важно Да А давайте Else еще сделаем Во Вот этот не выполнится Никогда Ну потому что Одно из этих самых Одно из исключений Одно из исключений Все равно возник Мы до него не доберемся Один Там случился ZeroDivisionEar Его сейчас Python будет обрабатывать Потому что мы не хотим Но у нас есть Клауза Finally Ее нужно выполнить Все Дорогой Python Обработай Пожалуйста Исключение ZeroDivision Абсолютно такая же Картина Когда мы Когда у нас Обрабатываем Исключение Я думаю Что Finally Блок Давайте попробуем Я думаю Что Файльный блок Он Тоже Находится Вне Клауза Тай Вне Оператора Тай Давайте проверим Так и есть И блок Finally И блок Else Находится Вне Оператора Тай И в этом Их смысл Они могут Пронить Свои собственные Исключения Но это Уже Ваши Проблемы Как вы Как вы Видите В этих Случах В обоих Случах Клауза Else Не Выполнялась А выполнится Она Только Сейчас И Кстати Сказать Клауза Final Выполняется Все равно То есть Try Except Внутри Final Нет Except Надо Написать В Try А Клауза Else И Клауза Final Находится Вне Оператора Try Мы Мы В этот Момент Уже Не Хватаем Исключений Мы Просто Выполняем Куски Кода В разных Случах Finally В любом Случае Else Только В том Случае Если Мы Так Не Схватили Ни Одного Исключения Внутри Try По Моему Это Все Достаточно Прозрачно Просто Рассматриваются Все Возможные Случаи Обработки Исключений Мы его поймали Мы его не поймали Мы должны выполнить Код в случае Если мы его поймали Мы должны выполнить Код в случае Если мы его Не поймали Да И мы должны Выполнить Код в любом Случае Вот Значит Except Else И Finally Так Что-то еще Хотел Да Самая главная Фишка Которую Может быть Знают Те Здесь Присутствующих Которые Писали На Серьезных Объектных В серьезных Объектных Фреймворках Типа того же Там Ну не знаю Ну на том же Плюс-плюсе Или джау На что-нибудь толстое Что исключение Это вообще Не ошибки Это способ Управления Вычислительным Процессом Вычислительным Потоком Потоком вычислений То есть Идея Не в том Чтобы написать Плохую Программу А потом Поймать Ошибку И И как-то Ее замазать И дальше писать Не в этом Идея Идея В том Что у вас Место На котором Вы внезапно Почувствовали Настоятельное Желание Закончить Вычисление И перейти Куда-нибудь Находится В одном месте А то Куда Вы переходите Находится В другом Месте И если В случае Условного Оператора Вы как Программист Говорите И в условии И дальше Код Который Вы хотите Выполнить То В случае Исключения Вы Вы Говорите Так Мне Тут Пообещали Что В случае Выполнения Условия Все Будет Хорошо Все Обработается Поэтому Я Это Исключение Брошу А Незлежащий Код Пускай Его Выполнят Разделено Возникновение Исключение Его Обработка И в этом Идея Давайте Попробуем Написать Что-нибудь Такое Допустим Функция Дев Фун Ер От А Не Ер Естественно Фун От А Иф А Меньше Нуля Рейс Рейс Ну Не знаю Что Давайте Своё Собственное Исключение Да Это Совершенно Необязательно Можно было Type Year Что угодно Но Мне Неинтересно Неинтересно Екск От Эксепшн Вот Рейс Екск И Все Мы Вылетели А тот Return Ну Не знаю Да Дев Фун От А Т Б Return Фун Экск От А Плюс Фун Экск От Б И вот Здесь Мы пишем Что-то Типа Там Print Print Обратите Внимание Наша Наша Фун Фун Видимо Рассчитывает Ну Можно Даже Это Можно Даже Это Не знаю Рассчитывает Рассчитывает Корень Берет Видимо Рассчитывает Что Давайте уберем Сделаем попроще Фикс Со вторым параметром Вот Видимо Рассчитывает Что Что Эта штука Будет Положительная Вот Это Ну Не Отрицательная Вот Но не Преверяет Она Точно Знает Что Вот Эта Функция Фун Вернет Положительное Число Не Отрицательное Число Всегда Даже На самом деле Положительное Ну Да Бог С Вот Здесь Не Проверяется Положительность Числа А Здесь Проверяется Положительность Числа А Но обработать тот факт, что число было неположительное Мы хотим в коде Вот тут вот Написать, допустим, фун Вот там 9 Все хорошо Минус 9 Возникло исключение Кстати, сказать, мы видим, как происходит стек вызов Вот отсюда была вызвана вот такая функция А в этой функции было вызвано исключение прямо пешком Ну, кстати, можно параметр передать, если хотите Кстати, строковый параметр Вот Итак, определили, что параметр плохой И что надо что-то делать Мы в функции funex А в действительности решаем, что делать Вот здесь Вот То есть У нас развязана ситуация Когда Наш вычислительный поток Отказывается Дальше вычислять Ну, потому что, ну, не знаю Выясняется, что Объекты, которые к нему приехали Неправильные Какие-то Нельзя, помните? Нельзя сложить строку с числом Ну, что-нибудь в этом духе Да? А обработка этой ситуации То место, где мы приняли решение Что дальше мы вычислять не хотим Это обработка Не наших рук дела А рук дела программиста Которому Сообщаем, что за ситуация возникла И Пускай он обрабатывает Не хочет, пускай не обрабатывает По этой причине В очень большой степени Программы, написанные на питоне Используют исключения Не для того, чтобы сигнализировать об ошибках А для того, чтобы всего лишь Таким образом Определить Порядок Или алгоритм Обработки тех или иных дан Вот Не знаю, как по-другому привести пример С этими исключениями Мне кажется, что Вот здесь Хорошо видно Решили, что мы не хотим тут Обработали тут При этом это может быть вполне штатная ситуация Ну, например, давайте Давайте мы напишем Вместо принта Давайте напишем А равняется Равняется Фан от минус 9 А если Что-то не так А равняется Ну, скажем Е нулевое Или аркс Е точка Аркс О Здесь принт Это был принт Оп Вот Получили довольно Хитросплетенный алгоритм Который В случае, если Квадратный корень Из-за 2 плюс 1 Берется Возвращает 2 плюс 1 А если не берется Или если А вообще говоря Меньше нуля Кстати, на самом деле Меньше минус 1 Надо было написать Да А если не берется То внезапно возвращается А Причем Это делает Та самая функция Да Не так Что именно возвращать Принимаем решение Мы вот здесь Даже вообще говоря Не очень зная Какой именно Какой именно Какой именно Неправильное значение Туда приехало В конце концов Мы здесь могли Написать вот так А минус 1 Вот Вот теперь мы Окончательно не знаем Какое именно Значение было Неправильным И это значение У нас вернулось В качестве параметров Параметра нашего Исключения И именно этот параметр Исключения мы Обработали Когда принимали решение А что же все-таки делать Здесь логика Здесь реальное создание Контекста Здесь реальный обработчик Разделены Они друг от друга Отделены Естественно Все это могло быть Все это могло быть В разных частях Программы И написано Разными людьми Ну вот Это относительно того Относительно того Как устроены Исключения Соответственно Домашнее задание На сегодня будет Как минимум два Одно Это На На написание Вот пресловутого Калькулятора Который обрабатывает Ошибки Синтаксически Вот А дальше Можно там Хоть Евалом Пользоваться Это не важно Вот А можно даже Егзеком Не знаю Нет Евалом Наверное Лучше А второе Будет домашнее задание Как раз Вот на Какую-нибудь Волшебную Обработку Исключения Чтобы можно было В одном месте Их бросить А в другом месте Их Что-нибудь С ними Поделать Да Задание Вот этих условий Что поделать Или где Сбросить Оно будет Динамическое Не знаю пока Это мне надо Нафантазировать Ну вот Тем самым У нас осталось Пять минут В Гвидовском Туториал Ну не в Гвидовском В Битоновском Общем Туториал Есть еще Одна Волшебная Вещь Которая Напрямую С исключениями Не связана Вот Но видимо Нам уже будет некогда Про нее Говорить В другое время Поэтому наверное Стоит проговорить Про нее сегодня Вещь эта связана С тем Что Питон Иногда Сам По определенным Правилам Вызывает Эти самые Clean app action То что Файлли написано Вот Даже если у вас Не написано Ничего Есть Как минимум Один протокол Он называется Протоколом Контекст Что или Черт Не помню А давайте Спросим Давайте спросим Документацию Давайте спросим Документацию Есть даже Целый оператор With Который На этот случай Предназначен Вот Да Менеджер контекстов Вот Так вот Есть такой протокол В Питоне Который называется Протокол контекст-менеджеров Означает он Всего лишь Что у вашего объекта Должен быть метод Close и еще что-то Там Довольно простая штука Ну тут много Слишком Хорошо Давайте поищем Контекст-менеджер Заниматься этими Контекст-менеджерами Мы с вами не будем Вот А вот Оператор With Мы с вами Посмотрим Нет Это не то Слово With Я думаю Еще много Где встречается Я думаю Что надо Не здесь смотреть Я думаю Что надо смотреть В тюториале Потому что Он упоминается Как раз В этом самом В плане разговора Про исключение Сейчас мы глянем Здесь Вот Вот в этом месте Он упоминается Тут правда Смотрите Тут правда У нас материал Одной из двух Оставшихся лекций Работа с файлами Который я отложил Потому что домашние задания Работа с файлами В EJH По-человечески Проверить нельзя Вот Но идея стоит В следующем Идея стоит В следующем Если мы открываем файл И начинаем оттуда читать Может произойти всякое Например Файл может не открыться Вообще Или файл может открыться А в процессе чтения Мы можем заходить Из него прочитать что-то Чего там нету И получить конец файла Или еще чего-нибудь Мы можем пальцами написать Закрыть файл Ну Close Проблема стоит в том Что мы можем не добраться До того места Где написано Close Тогда мы должны Что сделать Мы должны обмазать Вот эту операцию Открыть файл Почитать Закрыть файл Клоузом Оператором TryExec Try Не TryExec TryExcept Try Try Открыть файл Поработать с файлом Finally Закрыть файл В любом случае Что бы там ни произошло Если файл открылся Его потом надо закрыть Вот именно эту конструкцию И реализует Оператору Виз Причем именно Именно метод Close Будет вызван Вот Он нужен В общем-то Не для того Чтобы работать с файлами Как тут в примере Да Вот Open File Дальше мы тут С файлом Что-то делаем И при выходе Из оператора With Вызывается Собственно F.close А с пресловутыми Контекст-менеджерами Которые делаются Так же Вот Возможно Если я найду Это Интересно Мы об этом Поговорим в следующем Семестре О том Зачем они нужны Вот Идея состоит Именно в том Чтобы обработать Вот этот код Оператором Try И поставить В качестве Final Конкретно F Точка Close Вызов Все Можно Можно Единственное Что Поскольку это Final То всем все равно Final все равно Выполнится Можно Ну вам все равно Либо снаружи Либо А Что будет Если его поставить Снаружи Да То есть Снаружи Отвив Не знаю Возможно Он его Возможно Он его Сожрет Это надо Проверить Вот Объяснение Как он Работает Track Cep Funnel Все так И есть А Ну там Еще На самом деле Контекст Менеджер Чуть более Хитрый Там еще будет вызван Метод Enter При входе Метод Exit При выходе Но это уже Такие мелочи Которые Не мелочи А подробности Которые связаны Именно с протоколом Контекст Менеджер Главное Это конечно Метод Close Вот А в данном случае Не close А exit Да Получается И вот Тут описание Как Обрабатывается Как обрабатывается Исключение Слушайте Вопрос интересный Насчет того Что будет Если закатать Это все Внутрь Трайкс Надо посмотреть Я честно Про это Только вспомнил Только сейчас Поэтому Наизусть Не помню Хорошо Давайте тогда В следующий раз Я отвечу На этот вопрос Он несложный Итак В следующий раз Мы возвращаемся К нашей Объектной модели В последний раз Говорим про Даже не самой Объектной модели А к некоторому Синтактическому сахару Говорим про декоратор Еще про что-нибудь И у нас остается Еще одна лекция Про файлы И еще пол лекции Про Так сказать Про то Что делать дальше С этим питоном Потому что дальше Там еще Ну мы питон Не весь прошли Вот А там еще Его модули Такие дела Хорошо Значит Если у вас есть Какие-то вопросы Задавайте Хороший вопрос Я думаю Что никак Я думаю Я думаю Что никак Потому что Для того Чтобы понять Были ли ошибки У вас есть Собственно Exception Ну в смысле Except Да В этом except Вы можете Завести какой-нибудь Флажок Относительно того Что Ошибки были Вот В принципе У вас есть метод Понять Что их не было Это Клауза А в остальном Видимо Никак Еще Вопросы Окей Тогда спасибо До следующего раза Доделайте домашние задания Сегодня будет Последнее Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры